Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по поводу этикета к вам звоню. Я писал вам письмо. Как я понимаю, вы заинтересованы моим предложением. Мы с вами сейчас можем поговорить о печати пробного тиража. И я в условиях прошу с вами поговорку. Я не понял, вы хотите напечатать пробный тираж? А, ну да, естественно. Я вообще изначально решил вам написать, поскольку до меня дошли случаи, что вы не вполне довольны качественно той типографии, с которой вы сейчас работаете. И поэтому я подумал, что, может быть, мы могли бы выполнять эту работу лучше. И, соответственно, решил вам написать. И пробный тираж нужен для того, чтобы вы действительно посмотрели на то, как мы печатаем. И смогли принять взвешенные решения обдуванные. А что за заслуги, расскажите, пожалуйста. Я, честно говоря, точно не помню. Просто в разговоре было понятно. Ну, слушай, мне просто поможет, если вы хотя бы как-то опишите, с кем в разговоре, чего уповядут, что за пятьдесят тысяч, чтобы я немножко в контекст ехал. Прошу прощения, я действительно не очень хорошо помню. Мы разговаривали с одним знакомым. И вот он мне сказал, что ваши... А с кем, с кем это за знакомый-то? Я, может быть, его тоже знаю. Алексей его зовут. Алексей Труханов. Ага, я понял. Собственно, он вам дал мою почту и рассказал. Да, да. Алексей Труханов. Да, хорошо, я понял. И вы хотите напечатать нам пробный тираж этикеток? Да. Окей, печатайте. Я не возражаю, конечно же. И я, соответственно, заранее хотел бы обговорить, если вам понравится, на каких условиях мы будем печатать уже полный тираж. Давайте обговорим. То есть у нас напечатать тираж из пятидесяти тысячи тиреток стоит шестьсот тысяч рублей. А у вас удары такие устраивают? Нам же не надо сейчас это решать? Ну, в принципе, естественно, это не обязательно, но мне хотелось бы все обговорить заранее. Поскольку, если вы, допустим, сейчас скажете, что это слишком дорого, то, соответственно, нам нет особого смысла дальше разговаривать. То есть мы будем печатать все пробные тиражи. Да, ну окей, действительно. То есть, да, это очень дорого. Нам нет смысла дальше разговаривать, тогда получается. У меня, в общем, такой вопрос. Вот вообще, это правда то, что вы не вполне довольны качеством услуг? То есть программе. Ну вот вам пусть Алексей-то и расскажет, раз он все знает. Ну, он-то как раз ничего не знает, это всего лишь слухи, я даже не уверен, что это правда или нет. Шестьсот тысяч очень дорого, а что он тут обсуждает? Ну, естественно, мы могли бы несколько пожертвовать качеством. Сбросить эту сумму? Ну, нам такой не надо, спасибо. Мы не жертвуем качеством. Что вы умеете? Это, конечно, у вас характеризует как ответственный типограф. Ну, наши клиенты, как правило, остаются довольны работой с нами. Мы печатаем качественно, делаем все в срок. Ну окей, мне на самом деле надо бежать, я все понял. Если что, я вам тогда напишу. Ну, что ж, хорошо, спасибо. Ага, спасибо большое.